В наш обиход прочно входит понятие двусторонние новости. Это когда журналисты сообщают мнение обеих сторон конфликта. Но что делать, если новость сама по природе своей односторонняя? Например, вчера в Бишкеке выпал снег. Некоторые могут начать искать источник, который будет это опровергать, а другие могут сказать, его и снегом-то нельзя назвать. Подобная двойственность доходит до самых верхов. Например, в прошлом декабре Верховный суд принял решение, что в Когдярском избирательном округе, откуда депутатом был избран Юмирвек Бакиров, во время голосования нарушений не было. Через год сейчас административный суд Бишкека выносит решение, отменяя итоги тех выборов. Оба решения правильные, оба решения законные, потому что их вынес суд. Похоже на мобилизацию в России. Ее власти назвали частичной, но на самом деле идет тотальная мобилизация. Власти говорят, что она уже закончилась, и даже президент об этом говорит, но указ об этом не подписан. Поэтому можно продолжать мобилизацию, это будет законно, а можно и остановить, это тоже будет законно. Очень удобный метод выбрали для себя власти. Можно делать и так, а можно делать наоборот. Оба решения правильные и законные.